Всем добрый день! Продолжаем строить наше судно. Сегодня из материалов понадобится 2 клея, клей секунда. 505, но это та же секунда и есть, просто в большем корпусе. В большем, так сказать, объеме. Также потребуются вот такие шпажки мадо имчина, дерево, бамбук. Конечно, лучше было бы использовать шпон или фанеру, но в нашем городе такого не найти. У нас вообще с такими товарами проблема в городишке. Так что будем делать из того, что есть. К тому же бамбук-дерево экзотическое, для наших районов непривычное, что в нашем случае сделает изделие уникальным, так сказать. Бамбук, то есть вот такие шпажки, можно купить в любом магазине, где торгуют ширпотребом. У нас в Украине это магазины Аврора, чего там только нет. Можно купить что угодно. И между прочим, очень классно гнется. Уже проверено. Вот одну часть... Сейчас я немного увеличу. Я уже одну часть обшил. Будем сегодня заниматься второй. Второй стороной. Погнали! Перед! Испешник! Отрезаю необходимый подлинный отрезок. Режу самодельным ножом косяком. Режу, опять же, с проворотом, для того, чтобы исключить вероятность растрескивания. В принципе, можно, конечно, резать и строительным ножом. И даже кусать бокорезами. Здесь дело вкуса. Вообще, я вам скажу, процесс сей очень на небыстрый. Здесь без лютого объема терпения ничего не получится. Раздражать еще и частенькое приклеивание пальцев к дереву. Я, кстати, пробовал даже на пальчники медицинские одевать. Но они быстро рвутся и особо не спасают ситуацию. Но ничего, отступать некуда. Некуда отступать. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Да, к слову, для того, чтобы дерево легче изгибалось, я его пропитываю водой. Правда, здесь есть один очень важный недостаток. Вода в некоторой степени замедляет схватывание клея и, соответственно, процесс облицовки каркаса займет гораздо больше времени. Но без воды никак. Ибо в таком случае древесина просто растрескивается от сильного напряжения. Постепенно двигаюсь дальше. Для того, чтобы обеспечить максимально плотный прижим, обрабатываю торцы надфилем. Точно так же подравниваю и торцы каждого последующего элемента. Это логично. Одним словом, каждая ламель подготавливается индивидуально. И такое бывает. Но я уже приловчился. Главное, с проворотом. Кожи уже нет. Все. Блин. Эпидермис или как-то его остается здесь. Зараза. Отдай кожу. Скотина. Дело движется к своему завершению. Времени уходит очень много. Усложняет процесс еще и бракованные палочки, которые чуть ли не половина от всего количества в пачке. Да это прям диверсия какая-то вам скажу. Это еще нормально. Ровно. Супер ровно. Треснуто. Ровно. Очень ровно. Еще ровней. Эх, повстречать бы мне китаезу, который за станком стоял и делал и затавливал эти палочки. Я бы ему рассказал с какой стороны трамвай сено бросать. Но ничего. Ничего. В принципе много и нормальных. Поэтому можно изготовить обшивку запросто. Но это я для тех кто будет если что повторять. Ну это естественно только часть бракованных накопилось немеряно. Хотя может быть конечно же я и несправедлив. Ведь по сути я использую не по назначению это изделие. Если изготавливать какие-то шашлыки допустим овощные или еще что-нибудь то в принципе не важно. Ну криво немного. Но для кулинарии это не принципиально. Но ничего страшного. Ничего. По завершению покрываю всю поверхность клеем ПВА. Покрываю как и внутреннюю так и внешнюю стороны. Можно было бы и так оставить но во-первых ламели клеились быстрым клеем точечно то есть я не наносил клей по всей длине стыка одного и следующего элемента последующего. Во-вторых честно вам признаться я не доверяю суперклею и не признаю его как постоянный а самое главное надежный вид крепежа. Вот так вот. 24 часа и стекло и клей набрал своей максимальной прочности. Можно острить лишнее. Для этого я использую кусачки. Можно разумеется задействовать и ножовку по металлу или лобзик но кусачками работа происходит намного быстрее. Теперь самое сложное шлифовка. Задача состоит в следующем снять все округления добившись гладкой ровной поверхности. По задумке каждая ламель должна получить вид доски своеобразной. При шлифовке обязательно использую средства защиты. Да разумеется лучше воспользоваться респиратором но пока его у меня нет. А посему юзаю медицинскую маску. Одновременно со шлифовкой аккуратно прочищаю швы. Для этой операции использую часть от ножниц переточенных под нож косяк. К слову из ножниц получаются замечательные ножи. Таль превосходная и отлично держит заточку. Очень долговечная. Долговечный инструмент. приготавливаю шпаклевку. Составляющих компонента два. Жидкие гвозди и клей ПВА. Можно обойтись и без добавления клея но без него смесь чересчур густая. А клей сделает вещество жиже и соответственно удобнее будет работать. Собственно шпаклюю. В моем случае главное не сформировать какую-либо поверхность а просто сделать все существующие щели. Высохла шпаклевка. Шлифую удаляя ее излишки. Судя по всему я немного шпаклевки переборщил поэтому придется повозиться. Но это не страшно. Терпение и труд все зашлифуют. Готово. Да времени заняло очень много. Считайте ну примерно 4 дня. Ну я в часах уже не буду вам переводить зачем оно вам надо. В общем времени дофига. 6 фунфуриков суперклея и 2 пачки вот таких вот чудо-палок. Но результат того стоил я считаю. Вот думаю или красить или морилкой покрывать. Я больше склоняюсь конечно к морилке дабы сохранить так сказать древесину. Потому что если мы покрасим будет не совсем понятно то ли пластик то ли еще что-то. А дерево оно все-таки благородное. Любое дерево я считаю любой сорт дерева. Любая порода точнее. Пишите свое мнение обязательно. Подписывайтесь на канал будем продолжать. Всего хорошего но пасаран как всегда. Пока.